Дорогие друзья, наша профессиональная бьюти-сфера сейчас, как собственно и всегда, переживает некий кризис. Уже два года мы живем в период карантинов и пандемии. И сегодня появился человек, мой гость, с которым мне очень давно хотелось пообщаться, который создал для Калужского региона и нашего города сайт-услуг «Фрейлина». Он является разработчиком сайта, он является автором этой уникальной идеи. И хотелось бы мне, Андрею Дуднику, сказать особенное спасибо за участие в нашем деле. Представляю вам Андрея Дудника, автора и разработчика сайта «Фрейлина». Да, «Фрейлина», привет. «Фрейлина», привет. Да, всем привет. Слушай, ну скажи, пожалуйста, ты все-таки благодаря тому, что ты женился на мастере из бьюти-сферы пришла такая идея? Или это любовь всей жизни, вот это и скажешь? Кстати, да, женился. У меня до свадьбы с Викой абсолютно другие интересы были. Больше строительная сфера. Как только появилась Вика, начались всякие интересы, связанные с красотой. Общие, да? Ну, с тем, с чем я вообще никогда в жизни не столкнулся. Ну вот. А ты такой человек, которого втягивает что-то интересное, увлекает тебя, да? Втягивает, и мне важно, чтобы со мной рядом был человек, который поддерживает. И мы вдвоем, ну, чтобы смотрели в одну точку, и чтобы нам было вдвоем интересно. Ну, какая-то одна тема. Ну, если бы я, допустим, стройкой занимался, Вика была бы в красоте, но я не думал, что у нас бы там что-то прям объединяло нас. Ну, а все-таки, как тебе пришла идея заняться этой сферой услуг? Она огромная, она очень сложная. Она непостоянная, да? Вот идея какова, что тебя к этому, так скажем, подтолкнуло, что ты понял, что да, ведь это огромная работа, на которую надо потратить свое время. Вообще, изначально хотелось просто открыть проект, ну, вообще что-то свое, вот так как я работал в организации, вот, в строительной, опять же, работал в отделе маркетинга, и постоянно, вот, с задней стороны мозга постоянно что-то стучало, говорила, Андрей, давай что-нибудь свое, там, в интернете сделаем, не хочется постоянно, там, быть занятым делами какой-то компании, в которой, ну, я понимал, что я не буду с ней свою жизнь связывать плотно, вот, и решил заняться поиском, поиском идей, вообще, ну, чем заняться? Причем заняться не просто, вот, как спичка зажегся, и там, через какое-то время подугаться, и все, и ничего не интересно. Вот именно, вот, искал занятия на долгосрок, и мой друг, товарищ с работы скинул мне интересную аналитику. Авито на тот момент выкатили интересную аналитику по услугам, я ее изучил, ну, и как интернет-маркетолог, которого постоянно интересуют такие вопросы, как анализ, статистика, стратегии, вот, решил остановиться на... на категории красота-здоровье, вот, так как, так как в этом отчете от Авито красота и здоровье, они были на втором месте по продаже услуг. То есть, если говорить в цифрах, за год онлайн-заявок на красоту и здоровье было в районе 413 миллионов за год. Вот, эта цифра меня вдохновила, воодушевила, и, собственно, и пошло-поехало. Именно красота-здоровье. Прекрасно. А, как раз, строительство, вот, до Вики, вот, чем я занимался, строительство было на первом месте. Вот, если бы не Вика, я бы занялся строительством, наверное. Но, так как рядом со мной Вика, я предпочел вторую категорию красоты и здоровья. Но она не менее востребована. Она еще более востребована. Она еще более востребована. Она, она, строительство, дело в том, что там чек очень долгий. Да. Человек сначала посещает его идеи, и до человека проходит большое расстояние. Большое множество времени. А, к святой здоровью, человек все. У него идея, он сегодня пошел подстригся. Да. И что-то сделал. Или, как обычно, женщинам надо быстро. Вот сейчас хочу сейчас и все. Да. Расскажи, пожалуйста, ну, поподробней о том, что такое этот сайт и как он будет работать. На какой территории он будет работать. Как там возможно, что он будет приносить мастеру, что он будет приносить клиенту. Да, я, наверное, слишком много вопросов потом задала. Да, нет, нормально. Ну, давай прям поближе сейчас об этом поговорим. Потом еще у меня есть интересные вопросы для тебя. Ну, вот если говорить о региональности сайта, то стартовал сайт, наверное, из Огненска. Просто чем это обусловлено? Да, это упирается вот в деньги. Да. Чем больше денежных выливаний, тем обширней региональность сайта. Ну, и с какого-то города начать это попроще. Ну, опять же, Огненска решила. Ну, а ты проводила вообще аналитик Огненска? Вот этих салонов красоты, может, кто-то где-то в Яндексе запрашивал? Конечно, конечно. Ну, и что ты можешь мне рассказать? Я не маркетолог, я мастер. Я могу только свою близкую сферу знать. А вот это мне тоже было бы интересно узнать. А что? Нашим слушателям тоже было бы интересно узнать, какова у нас вообще Огненски, там, и мы берем все. Огненски, ближайшие там какие-то места, сколько у нас запросов на это, на сколько уровень запросов высок? Ну, ты что-то расскажешь или это по секретам? Нет, что-то я могу рассказать, но тут... Ну, давай, давай я скажу. Есть такой портал у Слуджо. Слышала? Да, слышала. И я начал, вот, после того, как ознакомился с аналитикой Абита, полез вообще смотреть, кто что предлагает в онлайн. И зашел на Слуджо и увидел просто какой-то невероятный, конечно, мастеров, именно в Огненске. Там что-то доходило до двадцати трех тысяч человек. Я сначала... Я думаю, что это больше. Я сначала не мог вообще вот это поверить. Двадцать три тысячи человек? Двадцать три тысячи человек – это активных. Активных тех, кто дает объявления. Фанатов. Да. И сколько вам? Двести тысяч населения Огненска. Ну, вот так вот. Такие цели. Я думаю, что где-то еще... Я думаю, что точно двадцать три тысячи еще есть. Это... Вообще, на таких сайтах регистрируются, как правило, люди, которые самостоятельно работают, которые не сбиваются в кучки в салоны, да, не снимают помещение и предоставляют вот так. Это двадцать три тысячи только... Только на Услужу. Скорее всего, только... Вот, допустим, Катя, девочка, которая мне косички пила, она у меня выпала с Услужу. Я, собственно, узнала о том, что... Вообще, есть такой сайт. Я написала Кате, она сказала, а как вы вообще телефон нашли? А вот сайт Услужу. Она говорит, я не давала вообще никаких. А я так поняла, что они копируют то ли Авито, то ли еще. Она говорит, я давала на Авито. Услужу, да. Агрегаторы, они как-то варсят информацию и не собирают эту информацию из разных заколков. А что такое агрегатор? Агрегатор – это место, где... Это инструмент, который агрегируют в себе, то есть собирают в себе. Ну, фу. Ну, то есть это программа, это не человек сидит, который там... Да, да, да. Агрегатор – это, можно сказать, шапион, который тянет к себе информацию разного рода. Я еще хотел вернуться к Услужу на минутку. Сказал, вот больше двадцати тысяч мастеров. И изучая вот этот пласт мастеров, я заметил, что огромный пласт... Есть еще вторая половина этих мастеров, которые когда-то выход учились, выучились на что-то, но они не смогли себя реализовать. То есть у них есть диплом, может быть какой-то опыт, скорее всего маленький, но есть. Вот. И у этих мастеров на этом сайте Услужио есть контакты. Я просто наугад писал этим людям, ну, поинтересоваться, вы представляете услугу, о которой говорите. Мне говорят, ну, отвечают, нет, уже давно этим не занимаются или... Ну, разные причины. Вот. И я понял, что на этом агрегаторе есть люди, которые активно, они прямо занимаются, работают. И есть пласты людей, которые в объеме больше раза в два. Это, как сказать, спящие агенты. Вот. Которые просто можете замотивировать, и они с новыми силами, может быть... Ну, просто нужно поддержать каждому мастеру. Ну, ты знаешь, я уже здесь включаюсь как мастер, да? Я, конечно, считаю так, что я должна быть везде. Если я действующий мастер, да, несмотря на то, чем я занималась, чем я занималась, да, мои контакты должны быть везде. Человек, любой человек, которому сегодня нужна услуга, может меня найти. Вот, когда я работала в клубе Красоты Фрэш, и я уволилась оттуда, соответственно, все мои контакты были спрятаны, закрыты, и клиентскую базу я потеряла. Это было в одиннадцатом году, в одиннадцатом или в двенадцатом я ушла снимать свое помещение. Вот. И только благодаря тому, что я уже зарегистрировалась в контакте, к тому времени, наверное, года три, часть клиентов меня нашла, но остальные меня искали уже по тому, как по знакомству, да? Сейчас такой вещи не может произойти. Собственно, почему верещат все собственники салонов, да? Кстати, вот на сегодняшний день у нас практически нет салонов, вот таких как Фрэш. К сожалению, это очень грустно, он закрылся. Это просто стало невыгодно. То есть там работала уникальная система, при которой мастер может, ничего не покупая, ничего не вкладывая, прийти и работать, да? Но клиентская база находится у них, и ты с ней не соприкасаешься. То есть они ведут так работу, они большие молодцы, они являются старыми, это была часть бизнеса. И, то есть, пока ты находишься в их помещении, ты получаешь клиентов. Как ты уходишь, ты теряешь все это, тебе надо тебя будет искать. Вот сейчас, я считаю, с наступлением интернета, к счастью, благодаря таким людям, как ты, это невозможно. Благодаря тому, что есть такие сайты, да, они могут найти своего мастера, где бы он ни был. И даже порекомендовать, если мастер переезжает в Питер, да, там у тебя там русские, скажешь, ой, там мой мастер к вам уехал, вот вплоть до такого. То есть насколько, следующий вопрос, насколько глобально ты мыслишь о своем проекте? Насколько ты его, вот мысленно, уже закидываешь далеко? Глобально, ну, интересный вопрос. Глобально. Совсем недавно я думал о Фраерине, как о проекте внутри России. Но... Если в Америку, что буду делать? Да без проблем. Единственное, нужно сделать русификацию многоязычной статьи. Вот... И, по-моему, это сделать не сложно. Ну, вот я, как разработчик, это сделать не так уж и сложно. Но просто это нужно сделать. И если это сделать, то, находясь в любой точке мира, можно пользоваться Фраерина, пожалуйста. И причем он будет доступен, ну, абсолютно на любом языке. Мастер из любой страны может зарегистрироваться, оставить свои контактные данные. То есть это важно, да? Как ты считаешь, для мастера насколько это вот важно? Ну, здесь, наверное, важность, скорее, не для мастера, а для самого проекта. Для масштабирования проекта это важно. Но это, как сказать, десятое дело. Потому что это финансово затратно, да? Это финансово, да, очень затратно. А на чем ты будешь зарабатывать вообще? Как ты планируешь зарабатывать с этим сайтом? Монетизация же обязательно должна быть, иначе все. Вообще, те, кто сталкивался с... Ну, мы сами будем регистрироваться и немножко там платить, да, с системой. Те, кто сталкивался с сервисом Абита, вот, те прекрасно знают, на чем он делает деньги этот сервис. Да. То есть люди дают свое объявление, размещают свои услуги на этом сервисе. И какой-то пакет объявления покупают, и какое-то время пакетом этим пользуются. Вот, единственное, в чем... Чем мне Абита не нравится, это тем, что они сейчас ценник очень сильно задрали. Максимально, насколько это можно, мне кажется. И еще там очень сильная конкуренция. Вот, на данный момент Фарелина, она чем прикольная, она совсем молодая. И там конкуренции практически нет. Ну, допустим, если ты зарегистрируешься в категории стрижка волос. Ну, волосы, да. И если там еще 10 мастеров в этой категории зарегистрируются, ну, не факт, что они будут из этого города, из Оглинска. Они могут, ну, страна большая. Ну, ты знаешь, конкуренция в нашем деле, она, в принципе, всегда заряжает на... Она мотивирует. Она хорошая. Я всегда люблю конкуренцию. Конкуренция – это хорошо. Вот, если говорить о Авито, почему мне нравится Фриелина, а не Авито? Потому что в Авито все вообще. Там уже просто все. Авито – это комбайн. Да. Это как месиво какое-то. То тут вот мне понравилась твоя идея именно тем, что здесь будет косметолог, здесь будет вся наша красивая сфера, да? Плюс это же еще можно будет очень красиво причесать, качественно сфотографировать, да? В этом и будет конкуренция. Если два мастера в одном городе и далее, ну, очень похожее объявление, естественно, выиграет тот, у кого работы поинтересней, сфотографированные, поданные, как-то креативно, весело, ярко. Вот это и есть. Я думаю, чтобы это было достаточно разнообразно, что мастера должны не делать. У нас есть такая проблема, что Инстаграм, допустим, ну, я работаю сейчас пока через Инстаграм, и ты сможешь на ногти, ногти, ногти. У мастеров очень много ногти векут, да? И у всех у них появляются они друг у друга таши дизайн, ну, естественно, это нормально, клиенты заказывают, это их запросы, они получают, но в итоге все становится очень одинаково. Да. А это же очень важно, чтобы сайт, как бы, выдерживал одну стилистику, да? Но при этом, чтобы наполнение индивидуально из каждого мастера, она могла проявляться, да? Чтобы это не были одинаковые, тысяча одно одинаковое объявление, тысяча одна одинаковая картинка, да? Ну, вот что ты мог бы посоветовать, как человек, который непосредственно занимается визуалом как-то это? Для таких задач ведется блог на сайте, и этот блог, он рассчитан на обучение человека, который решил связать свою профессиональную деятельность с этим порталом. Для этого человека рассчитан информационный такой, так сказать, раздел, где он может поучиться, какую-то хитрость там может быть, какие-то, может быть, стороны дизайна там затронет, почитает, как это делают на Западе. А, то есть ты там еще интеллектуальный, да? Конечно, конечно, я рассказываю, да, про дизацию. Я просто уже давно не заходила в него, я зарегистрировалась и... Есть пара статей, да, которые, ну, опять же, фрейлиной сейчас занимаюсь я вот в две руки, вот, поэтому еще плюс работа, еще плюс ребенок. Зарегистрировалось около 70 человек. Ну, это прекрасно. Я думаю, что должно быть. Но, 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 я тоже, я тоже такое думал сейчас, хотя бы сотню набрать. По факту зарегистрировалось около 70 человек, но объявление дали всего лишь 10 человек, ну, может быть, сейчас 11 или 11. Не успевая, а? Где-то так. Пока знакомы. Сложность заключается, как совсем недавно я выяснил, сложность заключается в непонятном интерфейсе для мастера, для человека, для обычного пользователя. Для меня это все понятно, логично, вот, а людям, которые впервые встречаются с Пылиной, там все очень, очень непросто, оказывается. Возможно, просто человек не, не работал в этом, да? Если задаться целью, там можно не забраться, все очень, все очень просто на самом деле. Ну да, ну, в принципе, я зарегистрировалась там. Там просто… Давно не заходило тут. При подаче объявлений, при подаче объявлений нужно заполнить очень много информации, очень много полей. Она, да, оно, чем мне понравилось, да, это действительно, так скажем, детализированная работа, но в чем плюс этого сайта? В том, что каждая услуга раздроблена настолько подробно, что когда клиент это будет читать, он может вот зацепиться за одну какую-то маленькую деталь и выбрать именно вас. Потому что вы доступным и подробным языком распишите, как вы работаете, какую именно вы услугу предоставляете, какую краску. Вот в этом Андрей просто молодец, он детализировал, покопался, посвятил этому время. Дополню. Тут еще дело в том, что Фрейлина – это не просто подача объявлений своих. Этот сервис он сделан как для мастера, так и для потенциального клиента этого мастера. И клиенту нужно дать ту информацию, которую ищет именно он. То есть во Фрейлине есть очень серьезный фильтр по категориям, который помогает найти человеку, клиенту, именно того мастера, именно в той области, именно в том районе, в той локации, где нужно этому человеку. И заполняя объявления, мастер указывает именно те параметры, по которым будет его находить человек. То есть если какой-то параметр мастер не заполнит, человек, который какой-то запрос дает, он может этого мастера и не найти. То есть тут важно очень четко заполнять все поля. Назови, пожалуйста, три преимущества работы через твой сайт. Самое основное преимущество, мне кажется, это бесплатность. Вот на данный момент это совершенно бесплатно. Человек может разместить все свои услуги и пользоваться этим в горизонте, наверное, до двух лет. Я думаю, я вообще не планирую никак монетизировать сайт. Я сейчас просто хочу сделать так, чтобы на нем было много мастеров. Это моя первая задача, самая основная. Слушай, скажи, пожалуйста, вот, допустим, такой вопрос. В топ-линк я его могу себе добавить, в топ-линк профессиональную эту или нет? Я же не профессионально не знаю, как это делать. Есть девочка, которая сделала, вот, совсем недавно появился на портале NailMaster. Она заполнила свою анкету, классно, прям мне понравился. Я ей, правда, помогал, потому что там много чего ей непонятно было. Вот, она сделала карточки объявлений. И это получилось, как ее личная, персональная страница, где указаны ее контактные данные и ее услуги с ценами, с расценками. И вот ссылка уникальная на эту страницу, она является, ну, как сказать, ее личной. Как бы ее профиль. Да, она эту ссылку может вставить в Instagram и вместе в топ-линках, то есть человек кликает на ссылку и получает все. Я знаю, чем я сегодня буду заниматься. А я теперь могу скинуть ссылочку на эту девочку, там у нее прямо очень все классно. И она, мало того, она сейчас в Яндекс.Бизнесе запустила рекламную кампанию. Как раз рекламная кампания ведет на этот профиль. Я не знаю, надо у нее узнать, как отрабатывается реклама. Но я по статистике смотрю, люди заходят, счет тут листают из Москвы, из Калуги, из Огнинска заходят. Знаешь, вот я как мастер могу тебе сказать, в чем, вот почему я очень рада, что появился такой человек, который создал сайт для бьюти-мастеров. Я делала сайт два раза. Себе личный сайт именно по работе с вот этим направлением, да, с парикмахерством, со своим. Естественно, это большой расходник. Во-вторых, есть разработчик, он создал теперь, ну это была, естественно, как всегда целая история, пока ты нашел человека, который услышал, сделал. Это хорошо, если услышал. Да, если услышал, просто один сайт мне сделал инженер, чисто, который сидит вот в технологиях, там где-то в Никенте, не знаю, в каком-то институте. И это было, знаешь, металл-конструкция такого формата. Я сказала, что мне это вообще не подходит и мне не нравится. То есть я даже отказалась от картинки. Он не смог переделать, сказал, что я, в общем, как резинатама. Но мы же все равно, мастера, мы такие креативные. Я имею в правду. Да, второй сайт, он как бы такой был имиджевый, да, но там все подразделялось, у нас соединялось. Ну что я хочу сказать, вот плюсы в том, что твоего сайта, вот стопроцентные плюсы, что даже если мы будем, естественно, два года там или полтора или год, ты не будешь, так скажем, какие-то денежки брать за это, да, то в любом случае содержать сайт намного дороже. И плюс ты, я должна привлечь человека, который мне что-то там доплатит, проплатит, опять настроит, он отключается, я этого не понимаю, я бегу работать со своими клиентами. А эта вещь будет, то есть это фактически у меня есть мой собственный разработчик сайта. Можно же так представить себя, да? Да, именно так. У тебя не болит голова. Вот, это кайф вообще, это настоящий кайф. Учитывая все то, чем нам приходит заниматься и заказывать косметику, и там, ну, много всего, ты знаешь, Виктория тоже в этой воронке крутится, вот, то вот это огромный плюс, что за тебя уже решено, и как бы у тебя хороший вкус, это все очень красиво, интеллигентно выглядело. И я не против, что рядом со мной там еще огромное количество мастеров. Да, это наоборот, это хорошо. Это плюс. Я всегда могу там, а, а Маша там живет, вот такие у нее цены, мне уже надо. Да, это мотивирует становиться лучше, когда рядом с тобой и, не помню, кто высказался, если ты хочешь стать миллионером, тебе нужно общаться с миллионерами, да? Ну и вот, если ты хочешь быть успешным мастером, ты должен обрасти такими же успешными мастерами. Учитывая то, что мы вообще сейчас стали мало общаться, да, вот эта вот вся пандемия накрутилась, все как-то отдалились друг от друга, то мы своим ульем все время работали, жужжали, жужжали, вот, так что, ну, так, ну, хорошо. Ну, а расскажи, пожалуйста, что тебя сегодня вдохновляет? Вообще просто как человека, не просто как человек, который работаешь, вот просто как человека, что тебя сегодня вдохновляет, будешь с мамой? Ну, у меня классная семья, это рада. У тебя дочка, да, сколько сейчас дочки? Два с половиной годика. Два с половиной годика, и она сейчас каждый день выдает, ну... Вы уже видели, но первое, я так понимаю, интересное еще. Ну, то, что вы видели, это вот прям... Это прям, ну, естественно, это же ваш ребенок. Она прям радует, радует. Я два года назад, три года назад, я даже не представлял, что я очень скоро стану отцом. Ну, у вас вообще все прям, Вика раз, я ее красила, красила, раз, она и пропала. Там смотрю, просто фотки в инстаграме, что она выходит замуж. То есть я думаю, так, вау, вообще, даже я такого не позволяла себе выкидывать. Вот, то есть все произошло неожиданно, и все приятно, все радостно, да? Ну, абсолютно все. Как сказал Александр Невский, абсолютно. Абсолютно, да. Абсолютно. 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 Абсолютно.